здравствуйте меня зовут оксана очкасова и сегодня здесь на этом импровизированном круглом столе мы собрались с экспертами по туризму с участниками конференции живые уроки здесь в чебоксары который проходит и будем говорить о туризме о развитии потенциале внутреннего туризма потому что многие страны уже давно обратили на это внимание и сейчас есть потенциал и для россии что по этому поводу думают наши эксперты узнаем сегодня здесь на этом круглом столе что первый вопрос который хотелось бы поднять ваше мнение вообще о потенциале внутреннего туризма да то есть нужен он как его развивать что по ситуации сейчас происходит с внутренним туризмом я могу сказать что внутренний туризм сейчас очень востребован мы наконец-то обратили внимание на нашу страну и не только туристические маршруты новые появились но и люди хотят знать чувствовать и видеть то что у нас происходит и мне кажется это переломный момент когда вот всю ту красоту которую есть в нашей стране в наших людях мы сможем показать и в этом плане внутренний туризм еще совпадает с предстоящим чемпионатом мира по футболу мы сможем более наглядно показать все наши возможности для всего мира к туроператорам обращаясь да и к людям связанным с тур индустрии если какая-то статистика потому как поменялась картина да то есть за последние годы больше стали люди ездить по россии может быть но вы знаете в общем то собственно говоря статистика подтверждает вот все то о чем сейчас было сказано потому что ровно год назад продажи по россии российского турпродукта были на по востребованности в третьем десятке уже лето 15 года уже российский продукт вышел во вторую десятку зима этого года россия вошла в пятерку по продажам а лето текущего года по бронированию уже в тройку поэтому вот такие темпы они уже на сегодняшний день не просто никого не смущают они считаются уже достаточно естественными и ежегодный прирост продаж внутреннего продукта в размере 20 25 процентов это считается уже норма на рынке поэтому я думаю что динамика сохранится до и 16 год и думаю что все последующие годы с точки зрения привлекательности регионов вот опять же к регионам вопрос да как вы считаете что может ли для нас стать основой экономики может быть даже да региональной привлечение вот этого туристического потока и чем мы можем завлечь к себе ну я хочу сказать что в отношении экономики мы все прекрасно знаем что туризм это основная часть даже приоритетное направление как сказано в социальном направлении развития россии и создает некий мультикативный эффект почему потому что если турист приезжает он размещается а б затрачивает на какие-то свои переезды питание и отдых и так далее и тому подобное то есть вот эти все весь бизнес который вокруг туриста и отдыхающего создан я думаю что в регионах сейчас это начали понимать понимать как никогда потому что внутренний туризм и абсолютно согласно с коллегами вот приведу пример по нашему региону республика хакасия зимние уже на сегодняшний день на 10 процентов то есть по всем туроператорам по всем да в среднем наверное по россии 20 25 учитывая краснодарский край там и так далее другие территории но вот у нас конкретно 10 процентов вырос по сравнению с прошлым годом это только зимний период поэтому переориентация и в комплексе когда подтягиваются все малый и средний бизнес и вот в этом отношении мы просто-напросто как территория как другие регионы должны немножечко помочь им в этом формате но то что внутренний туризм сейчас набирает обороты это абсолютно верно и абсолютно вот правда подобной ситуации если цели какие-то поставленные конкретные по цифрам по привлечению туристов вот именно в региональном масштабе в региональном в каждом регионе наверное есть свои определенные цели ведь мы прекрасно понимаем что туризм приносит но если в мировом масштабе то пять рабочих мест если это говорите по всемирной туристской организации в ежегодном периоде да если на полностью одно даже три фиксированных рабочих места вот так как это положено это действительно так поэтому каждый регион в рамках своих возможностей старается на сегодняшний день привлечь и бизнес и я думаю туроператорское сообщество на сегодняшний день переориентируется из выездного во въездной и внутренний туризм и ну вот могу сказать за практически за весь сибирский федеральный округ что у нас на несколько несколько процентов 10-15 точно вот за прошлый год повысились просто продажи на внутренний туризм это действительно так по свердловской области у нас рост мы по статистике у фиксируем в 15 сравнивать 14 был рост 26 процентов сейчас порядка 32 процентов причем удивительно но и для нас это очень хорошо туроператоры отмечают что рост групп из других регионов то есть это по сути для нашего региона это въездной туризм да действительно туризм он отрасль экономики с мультипликативным эффектом по расчетам в т.о. world travel cancel там один рубль к пяти рублям мультипликационный эффект дает это действительно так но вот свердловская область это промышленные регионы мы никуда не денемся от 52 процентов металлургии в общем промышленном производстве конечно для нас это будет но долгое время оставаться ключевым моментом но туризм он играет еще одну роль и для нашего региона это достаточно важная сфера во-первых это развитие моногородов это развитие тех территорий где с производством в течение там в 90-е годы были некие вопросы проблемы а во-вторых ну любые исследования любые прогнозы они четко показывают что в ближайшие двадцать лет основным ресурсом на земле в любой стране станет человек и сегодня те возможности технические которые есть они позволяют находиться в городе невьянске работать на на предприятия москвы например да или еще как-то и человек выбирая место жительства он ориентируется в том числе на ту инфраструктуру которая создана на территории развитие туризма это все очень многое связано с ну имеет место быть и развитие инфраструктуры когда мы создаем нормальные комфортные условия для пребывания гостей мы создаем тем самым комфортные приятные комфортные условия для людей которые живут на территории и в конечном счете территория становится более привлекательным для жизни для того чтобы люди здесь жили работали вот это очень важно такой дополнительный эффект развития отрасли туризма для регионов как же если мы возьмем в мире до огромное количество нам известных экономик которые существуют только исключительно за счет туристического продукта и все маленькие города там европы которые весь бизнес живет только за счет туристов и конечно у нас это тоже нужно как-то внедрять на и стараться развивать да ну то есть действительно потому что на правда привлечь там на чем-то развить еще бизнес не привлекая дополнительных людей которые будут приезжать пользоваться достаточно сложно пучу вашей аллене дну но по большому счету мы можем сегодня сказать что первый шаг с точки зрения развития внутреннего туризма он происходит и сегодня в течение этих двух дней город чебоксары столица чувашской республики собрал по большому счету но около 200 человек из 18 регионов только сегодня где представители разных профессий разных должностей но тем не менее это то самое вложение в экономику когда приезжие гости оплачивают свои гостиничные номера и когда сегодня тоже гостиницы и без до который мы открыли с вами в прошлом году на сегодняшний день полностью заполнена за счет событийного туризма который в течение этих двух-трех дней проходит в столице чувашской республики но если это мы говорим за достаточно краткосрочный период если говорим за долгосрочный то конечно я соглашусь полностью со своими коллегами сегодня развитие внутреннего туризма мы понимаем четко что 40 процентов остались в россии причина этому достаточно количество это и у кого-то может быть это страх выезжать за территорию российской федерации у кого-то это чувство патриотизма до которая сегодня способствует изучению новых мест истории и так далее но я думаю что наверное одно из самых важных это нельзя измерить финансовым каким-то эквивалентом это например мы сами с вами в том числе до оксана обратили внимание на нашу историю историю нашего региона и когда мы узнали что например в основе капитанской дочки пушкина эта история нашего ядрина который не сдался пугачёву и когда именно до сегодня хранитель ядрина своих дочерей спрятал в подвале и именно ядрин отстоял свой город и пугачёв и пушкин сегодня вдохновившись историей нашего города да сегодня написал поэму капитанская дочка это я считаю один из тех моментов которые для нас но и очень важен и екатерина велика именно про наш город говорила что чебоксары мне все милее нижнего новгорода именно у нас в марпасаде она потеряла свою ложку и кстати сегодня во время выставки да эта ложка нашлась и мне ее вручил до марпасадский район сколол я не нашли у нас напасать ложку екатерина великой мы вам ее сегодня вручая да это заставило нас всех немножко окунуться в историю нашей малой родины это чувство гордости наших детей за свое село за свой город за свою республику безусловно а исходя из этого в целом из россии и я думаю что это не конечно нельзя ценить деньгами но это безусловно мне кажется даже важнее во многом это ценность нашей страны третий из братьев база жда то есть это вот гордость именно которая есть но к образовательному сразу да ты сразу начали говорить уже про образовательный момент в туризме именно по этому поводу и проходила конференция до живые уроки это детский образовательный туризм насколько он важен сейчас вот татьяна сергеевна как главный он действительно сейчас важен потому что у нас сейчас конечно же в россии ситуация достаточно неоднозначно да внутренний туризм так скажем встает на на ноги до поднимается очень хорошо и понятно что наши дети на этом уровне должны обязательно получить то что они может быть те многие годы недополучали то есть и мы взрослые должны сейчас выстроить программы образовательного туризма таким образом чтобы понимание того что ты живешь в россии ты живешь чуваши и ты живешь я не знаю в том же самом мор по мар посаде да вот это твоя родина и ты скажем член большой такой серьезные очень семьи и ты живешь в россии вот это так скажем сегодня нашим детям и действительно это чувствуется и вот сегодня во время выставки мы это просто чувствовали это не просто слова да каждый выступающий выходил и понимал что он вносит свою лепту вот в это огромное дело ради того чтобы дети получили и серьезное образование и серьезное воспитание и действительно интеллектуальное развитие и в будущем понимали что для них это сделали мы но через детей родители опять же да потому что ну вот правильно как сказал ленина я действительно к своему стыду не знала многих исторических моментов касающихся даже наши ресурсы правда правда абсолютно я понимаю что мне это интересно да и даже на уровне меня взрослого человека мы я с удовольствием поеду посмотрю послушаю да и вот этот патриотизм в себе воспитая ведь туризм это не какое-то модное направление это должно стать нашим образом жизни помимо всего прочего познавательного и гордости она дает я вот поддерживаю коллегу из екатеринбурга огромное количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе мы не должны это забывать это за собой вытягивает и сельское хозяйство и придорожный сервис и малый и средний бизнес который связан с обслуживанием но еще очень хотелось бы ну что греха таить у нас туризм то сказать он не стал образом жизни зачастую понимаете мы зачастую убиваем время порой сидя у телевизора так сказать шатаясь так сказать туризм он должен в нашем случае поменять образ жизни и особенно это очень важно с ребятами которые растут чтобы они должны понимать что это действительно вот такая вот форма что меня очень пугает я извините в лес да вы знаете чтобы не получилось мы начинаем хорошее дело чтобы туризм был привлекательный надо чтобы он был вы знаете качественные наши люди поездив привыкли к качественному туризму если мы им сейчас просто лозунги предложим и не предложим никакой системы качественные таскать изменения но они в конце концов скажут ну не оправданное ожидание получает вот поэтому вот это очень важный момент вы как раз следующий мой вопрос практически сняли с языка да то есть с чем мы сталкиваемся сейчас вот какие проблемы есть на местах потому что но ведь явно есть какие-то недочеты по сервису на то есть как это развивать если какое-то взаимодействие на между ну словно властью и бизнесом например да то есть каким вопросом каким образом эти вопросы решаются вот на региональном уровне стива конференция открывалась глава чуваши очень интересную и правильную мысль высказал о том что но он имел ввиду отношение относительно чуваши но это относительно россии относится к россии в целом что вот конечно недостаток сервиса определенно есть но он компенсируется на сегодня компенсируется душой компенсируется добротой и на самом деле что зарубежные туристы что российские они никогда не встретят за рубежом такого отношения которые сегодня встречают особенно вот про мало если города говорить когда в какие-то муниципальные отдаленные территории от мегаполисов едут когда их там встречают хороводами шанишками кормит так далее так далее это частично компенсирует да но это вот на ком-то первом этапе но когда потоки будут расширяться конечно вот мы в сервисовской области так ну я так понимаю всем коллеги акцентирую внимание на инфраструктуре на благоустройстве на благоустройстве санитарных зон на создании дополнительных объектов обусто подготовленных для людей с ограниченными возможностями на создании современных гостиничных комплексов но вот алла ленина уже сказала про гостиницу и без мне кажется в течение последнего это большой как бы плюс давить и сегодня такие гостиниц такого высокого качественного уровня они начинают появляться во многих городах и вот люди останавливаясь такие гостиницы хотят и дальше возвращаться и вообще закон маркетинга он достаточно просто когда человек приехал ему не понравилось он приедет и 18 людям расскажет что не езжай туда а если понравилось только 6 что езжай сюда поэтому сегодня вопросы качества они должны выходить на первый план и мы сегодня в том числе на конференции этот вопрос обсуждали как повысить качество где обслуживание именно детских групп да точно с детским же немножко сложнее вообще да чем со взрослыми наверное но я немножко вот наверное добавлю соглашусь с коллегой почему потому что на сегодняшний день это создает здоровую конкуренцию хорошем смысле этого слова потому что каждый регион каждая территория в российской федерации отличается определенными природно культурными историко культурным природным наследием каким-то и каждый регион хорош в своем направлении и когда вот мы смотрим вот на это мы как допустим органы исполнительной власти да с одной стороны но когда на это смотрит бизнес и начинается включаться один за другим понимая что вот на этот рынок сейчас начинают заходить в том числе не только вот въездную интересоваться россии да но и те регионы которые близлежащие мы не знаем друг друга мы не знаем то что у нас есть на территории вы абсолютно правы вот я согласна с алантольной что леонидовна прошу прощения что вот я к своему стыду тоже не весь регион знаю это правда и когда мы начинаем именно с детей и под это подтягивается инфраструктура бизнес другие территории близлежащие когда мы обмениваемся в том числе группами вот это дорогого стоит почему потому что но ни для кого не секрет что не люди создают путешествия путешествия создает людей когда мы вот в эту сферу включим все то что у нас есть в россии вот сегодня говорилось на конференции русском географическом обществе да это экспедиционный туризм то есть вот мы изучаем свою мы изучаем через географию через историю через математику а это профессия определенная и это наша россия а мы ее не знаем мы почему-то знаем больше турцию европейцев да и так далее египетом но слава богу вот на сегодняшний день как-то в положительном вот такой тенденции вот это все перевернули а вы знаете кто такой чапаев я знаю кто такой чапаев и кстати вот знаю что здесь именно на волге он переплывал да вот это интересно я еще раз говорю когда мы начинаем об этом говорить и задаем друг другу вопросы не каждый может ответить о своем регионе рассказать взрослый а когда приходят дети понимаете когда он пришел и говорит мама папа я был там и я хочу туда а вот мне об этом рассказывали я хочу туда то есть вот этот патриотизм вот это в том числе экологическое воспитание патриотическое мы должны на мой взгляд поднимать именно с детей очень вот актуальная тема я думаю что вот потихоньку сейчас вот пилотные три региона учувашия свердловская образ хакасия вошли и сейчас сегодня сколько подписали еще пять подписали понимаете то есть я думаю что в течение шестнадцатого года и будет вот просто накапливаться просто создать некую систему систему работы которая должна просто напросто работать на регион на россию а за детьми пойдут родители конечно и бизнес он будет подстраиваться по то под конкуренцию по то что нужно сделать и так далее поэтому спрос спрос рождает предложение от этого никуда не денешься вот опять же но действительно да очень правильно сказали про детей действительно ведь в каждой семье где есть ребенок он является главным решающим главным решающим вообще куда поехать что купить о чем рассказать да и родители подтягиваются соответственно я говорю о детском туризме да к сожалению надо признать что у нас туристических проектов создание неких детских центров или детских маршрутов очень мало хотя в каждом субъекте есть свои и очень любопытные почему вот к этому детскому туризму сразу примыкает образовательный туризм индустриальный туризм мы отучили подрастающие поколение сами себя от уважения к профессии рабочего от уважения к человеку вот труда физического почему-то это считается ну ну как бы не успешно в жизни наверное к этому надо вернуться и чтобы люди видели что сделать вот то что делают в чувашии в электротехническом кластере я был свое время удивлен они делая вот эти сложные так сказать с одной стороны ведь у нас у всех есть кабель да вот здесь кабель так сказать телефоне так сказать все вот это все чебоксары это все чувашия и они делают извините для американцев для европейцев на роли облачь я вас еще поддержу в этом направлении в этом году мы вошли одни из шести регионов страны в рамках world skills в проект по подготовке учебной базы в рамках электротехнического кластера и это серьезная сумма финансирования в сотнях миллионов рублей с федерального бюджета для учебной базы рядом стоит реальный сектор экономики как раз того кластера которым вы говорите это хорошо вот самое главное чтобы мы с помощью вот такого индустриального промышленного туризма его родители тоже изменили чтобы родители каждый считал что если его сын пойдет работать на предприятие и будет там прекрасно работать это он молодец мы же ведь как-то вот откидывали их в сторону да вот поменять эту психологию ее надо всем вместе действительно и детям и родителям и так далее и здесь есть чем гордиться просто есть чем гордиться я просто хочу сказать здесь вот в рамках этого проекта который сейчас так сказать пропагандируется вот здесь на площадке чувашии конкретно в чебоксарах совершенно недавно русско-географическое общество подводила итоги географического диктанта в россии каждая вторая оценка 2 и что парадоксально с точки зрения социального среза все положительные оценки это люди старше 50 лет очень интересный момент поэтому этот проект он не столько так сказать вот в рамках туризма сколько в рамках непосредственно всего государства конечно возвращение вот к тем истокам которые в государстве когда-то были но были со временем утрачены вот а сегодня вот благодаря таким проектам вот благодаря тому что бизнес поддержали регионы вот и благодаря тому что мы сегодня в чувашии это обсуждаем это развиваем это пропагандируем присоединилось еще пять регионов просто замечательно то есть мы уже практически идем там в определенной прогрессии да это безусловно но конечно с точки зрения бизнеса надо нельзя забывать да что все таки несмотря на то что мы так сказать относимся к министерству культуры я имею ввиду туризм мы все таки некая экономическая составляющая министерства культуры то есть мы бизнес да и это уникальность данной отрасли то что она имеет и социальную составляющую и экономическую составляющую то есть и здесь даже нельзя говорить два в одном да потому что нет совершенно недавно и нвт говорила и рост туризм и министерство культуры что свыше 50 отраслей сразу аккумулируется вот в этом сегменте и это очень важно в основном все отрасли именно экономически в массе своей это надо тоже безусловно понимать ну и просто еще раз на цифрах хотел бы вот эту вот динамику вот этот вектор разворота в производстве и в реализации туристского продукта на двух цифрах у нас два года назад было в сфере выездного туризма 2300 операторов на сегодняшний день их менее 700 но вместе с тем у нас почти 4000 операторов на внутреннюю туризму положительная динамика прямо скажем развеемся на самом деле географии изучать на собственной шкуре что называется намного интереснее и полезнее да нежели это все смотреть по карте потому что но я не думаю что большое количество людей даже в возрасте там вот 30 40 до которые по карте вот так вот не глядя покажут любую из республик где находится хакасия где находится свердловская область да и где находится чувашия но к сожалению вот она на самом деле всегда считается почему то что путешествие туризм это прежде всего география но когда вот мы сейчас составляют чужие живые уроки да именно используя потенциал чувашской республики то собственно говоря мы под каждый предмет практически нашли экскурсии это даже та же самая математика казалось бы вообще не у силам обладает а у нас есть и лобачевский да даже физика есть так скажем и музей космонавтики и но я уже не говорю об истории и литературе то есть если серьезно очень подходить к этому вопросу ведь мы сейчас собственно говоря сформировали и каталог именно исходя под каждый класс под каждый практически предмет да есть экскурсии и есть так скажем поддержка именно образовательных программ вот этими туристическими это очень важно и более того на сегодняшний день мы совместили очень совместимое это образование туризм и администрации регионов вот это три кита на которых сегодня строится образовательный вы знаете я смотрел бы на этот вопрос несколько по-другому география это не просто знание где что размещено география в данном случае это понимание истории духовности и людей которые живут в нашей стране вот что это такое и почему и сейчас уже начинают развиваться духовно-патриотические кластеры вот то что я говорил там столетия маресева ведь посмотрите это человек эпохи человек прошедшей эпохи его до сих пор помнят чтят и уважают и люди ими гордятся чипаев у нас много людей которыми надо гордиться и мы ну должны действительно всегда это помнить но собственно говоря как у нас сейчас конференция которая планировалась да и везде пропагандировалась как межрегиональная конференция да то есть мы ее прежде всего собирали для того чтобы те пилотные регионы которые вступили в наш проект чтобы мы все таки обсудили наши планы дальнейшие да и наши выстроили дальнейшее сотрудничество на самом деле во первых она вылилась международную потому что к нам подъехали представители китайской народной республики и уже сегодня они обсуждают те программы те проекты более того встречаются уже с университетом для того чтобы начать вот этот вот культурный обмен поэтому детский туризм да туризм образовательный он тянет за собой всегда обязательно и внутренний туризм и въездной туризм это не объемлемой части это все равно единый процесс это очень здорово кстати один такой очень важный момент да вот вряд ли бы китайские партнеры здесь появились если бы не было турпродукта мы всегда везде во всех регионах я помню я уже почти 30 лет туризме и все 10 все эти три десятка лет я слышу во всех регионах громадный потенциал громадный туристский потенциал громадный туристский потенциал не есть громадный великий качественный достойный турпродукт у нас вообще в россии если по большому счету с точки зрения бизнеса брать у нас турпродукт появился полтора года назад вот в том понимании юридическом как он прописан в законе что такое турпродукт да это комплекс услуг определенные наборы так далее и тому подобное что интересно и что характерно до первое это появилось в прошлом году это безусловно там сочи это безусловно крым и так далее но типичный вот пример сегодняшнего дня находясь сегодня здесь чуваши вот когда мы регистрировались на этом мероприятии нам раздали всем каталог где прямо буквально описан полностью пошагово с технологической точностью вот весь тот набор турпродукта полноценного который в принципе должен быть на сегодняшний день практически во всех регионах но к сожалению не во всех регионах то есть во многих регионах мы до сих пор слышим что про огромный потенциал я вот здесь вот хотела предосхитила статья на сергеевна вот как раз то что мы говорим о чемпионате мира это некий проект международный проект да и мы к нему подключились россия в том числе по живым урокам вот сейчас только начинается то что есть в регионах я вас уверяю но есть просто его нужно немножко поднять обернуть аккуратно сформировать и приподнести абсолютно верно это самое ключевое можно создать потому что я понимаю да сегодня не понравилось воркшоп то есть когда продавали друг друга и друг другу да то есть это очень важный момент и вот у меня вот как предложение вот на наших трех регионах сегодня первый раз чуваши сверловский хакасии дальше я думаю после пяти регионов на 16 год это обязательно должно быть то есть бизнес должен продавать сам себя именно тур продукт по детскому поживым урокам это важно и вот когда мы к этому подходим да мы же как чемпионата мира мы подходим и говорим значит должна быть инфраструктура классификация гостиниц в обязательном порядке а почему бы здесь нет у детского туризма особенная вот такая вот будем говорить аура где очень много надзорных органов и мы вот как органы исполнительной власти пытаемся ну как то вот разбавить и вот облагородить это все и попытаться помочь бизнесу в том числе я говорю на примере это своего региона я думаю что и другие регионы делают это тоже самое потому что это социальный проект социальный проект и на детском туризме много не заработаешь не будем лукавить ведь это действительно так но когда мы еще раз говорим что это вложение инвестиций в будущее вот это дорогого стоит поэтому вот это проект который наверное только вот здесь зарождается поднимает может быть возрождает то что уже было есть но как-то оборачивает это в другую красивую оберточку и предоставляется то что во всех регионах это есть но не все могут это представить не все могут представить как это работает с другими ну допустим бизнес предоставляет но не совсем правильно предоставляет что мы говорим это действительно не секрет когда за пять тысяч мы ребенка не можем разместить и просим какие-то да действительно преференции и органы исполнительной власти регионы должны вот в этом формате работать и я очень рада что на уровне российской федерации вот этот курс совет который создан в прошлом году вот сейчас поддерживаю уже да конечно уже практически год и во многих регионах вот это должно работать должна работать система как ее выработали вот я еще раз говорю пример чемпионат мира но это международный а почему нас не создать в россии и причем вот уже в этом году термин детский туризм появился в законодательстве это очень важно и правильно причем утвердился буквально 2 марта в преддверии конференции это нам так скажем хорошим таким подарком хорошим посылом послужило ну и я хочу сказать почему собственно говоря сейчас вот эта конференция таким образом была выстроена потому что все таки здесь принимал активное участие турбизнес то есть во первых в до конференции был проведен рекламный тур для туроператоров по чувашей то есть нам были показаны отели нам были показаны база отдыха нам были показаны санаторий действительно потенциал который вы знаете мы порой много имеем но мы не умеем себя преподнести вот наша очень большое отличие от зарубежных стран они порой вот знаете на фантике вам конфетку выдадут а вот мы имея вот такой вот действительно серьезный потенциал не можем себя показать и вот сейчас мы попытались выстроить так как мы считаем важно для турбизнеса да то есть они проехали по региону они проехали посмотрели базы были того им была поставлена задача не просто посмотреть а получить договоры чтобы был уже так скажем начало такого большого пути именно рабочее начало дальше вот этот воркшоп это тоже так скажем не просто мы пришли на конференцию да послушали доклады ну естественно мы обязательно что-то оттуда почерпнули что-то для своей будущей а вот именно здесь обменялись и здесь зародились так скажем те самые нити которые будут в последующем работать и более того чувашия сейчас почувствовала что они тоже вливаются в этот нормальный общероссийский туристический процесс да вот они это говорили говорили спасибо что вы нас сегодня вытащили да и мы увидели что мы часть российского турбизнеса вот это очень важно и то что у нас конференция не просто для того чтобы читать доклады она действительно результативные то есть мы поставили свою задачу выработать эффективную модель взаимодействие турбизнеса администрации и образование и мы в общем-то мелкими такими шажками идем в этом направлении но и это все таки вот этот шаг сегодня очень результативно вы знаете вы начали своего то вопрос на который мы все длинно отвечаем вы сказали взаимоотношения власти и бизнеса меня немножко это вот как бы я напрягся ну первое на госсовете по туризму президент российской федерации поддержал продление программы виздного туризма это вот отношение если мы говорим о чуваши республики чуваши глава республики лично принимал участие алла леонидовна сидит рядом с нами вот ведь власть сама идет к бизнесу и бизнес идет к власти мне кажется что вот здесь вот просто надо действительно быстро аккумулирует находить какие-то пути решения и двигаться вперед я к тому что опять же да это очень конструктивное взаимодействие как раз таки сейчас но опять же судя по тому кто присутствует на конференции до что происходит как относится тур бизнеса это тоже представители бизнеса сумка его в первую очередь те кто будет это все продавать на и выводить это все на рынок вопрос который прозвучал но вот так вот негласно до с точки зрения презентовать не можем вопрос маркетинга поднимается до что мы себя не можем продвигать у нас очень слабый маркетинг практически везде есть ли какие-то подвижки можем ли что-то с этим делать как вы находите вот тех людей которые продвигают регион могут его презентовать где их брать этих ли кто снова тур бизнес кивает да и я тоже понимаю что у нас действительно с маркетингом проблема как себя презентовать как войти вот я считаю сегодняшней конференции это уже шаг и определенное мероприятие уже в том вот маркетин составляющей я повторюсь еще раз потому что бизнес один в одиночку он не сможет и вот эта конференция вот именно этот проект я даже вот не про конференцию в частности в проекте говорю о том что чуваша просто на себя взяла роль первого вот такого приема до этапа и так далее который в последующем начнет вот так вот просто разбрасывать вот свои семена и это правильно это хорошо но очень важно вот этот симбиоз который сегодня мы уже говорим об этом и он состоялся абсолютно верно и он состоялся сегодня и бизнес был и регионы но я имею ввиду и органы исполнительной власти когда мы видим вот сегодня я очень рада сверху скосмы будут в колуарах так общались потому что обменивались мы же вот на камеру то говорим вот те вещи которые говорим но сами-то опыт перенимаем друг у друга который очень ценный и и народ и раз мы его не знаем работа с бизнесом работа вот именно в продвижении потому что на сегодняшний день но что значит реклама двигатель процесса мы все это прекрасно знаем но как бы это вот в таком формате сделать и преподнести это красиво вкусно и чтобы еще это хотелось взять попробовать и дальше нести еще и возвернуться вот сюда вот я честно скажу я вижу ваше в первый раз но не последний я думаю спасибо мы все надеемся как и другие и из этих мероприятий я просто возвращаюсь к тому что не надо знаете вот распыляться это на мой взгляд не надо распыляться там вот ну вот это сделаем вот это есть мероприятие из этого мероприятия должны последовать маленькие шажки которые не будем на пятилетку на трех летку 16 год который между хотя бы трех регионов сделаем уже к нам подключились вот после конференции говорит а давайте вот это давайте вот это то есть вот некий вот этот вот это будет соответствующие вот это вот маркетинговая составляющая которая в рамках этого проекта в частности но я считаю что я просто сказать что это последовательные шаги проекта министерства культуры по который начался четыре года назад когда моя россия тогда впервые у бизнеса когда министерство культуры я просто могу сказать как участник проекта со стороны бизнеса не было совершенно никаких иллюзий когда министерство культуры предложила давайте создадим такой продукт нет такого продукта давайте мы поможем мы попытаемся мы принесли положили на стол министерство культуры цены которые нам дают гостиницы музеи перевозчики и получался продукт который ну просто эксклюзивный фантика не надо ослепнешь от него с одной цены значит и вот великолепная вот с точки зрения бизнеса роль в этом плане министерство культуры когда используя все возможные доступные ресурсы министерство культуры помогло нам создать не просто качественный продукт да а продукт по той цене по которой мы у нас за этим продуктом все регионы стали в очередь когда извиняюсь у нас дети приезжают на три дня например санкт-петербург да вот первый год беру в москву четырехзвездочный отель трехразовое питание двухместное размещение две экскурсии в день плюс вечерняя программа в виде эрмитажа кремля мариинского значит театра большого театра и так далее и тому подобное и все это всего за цену с тремя нулями понимаете вот и здесь вот оно пошло и поэтому живые уроки это дальнейшее это вот как раз то вот о чем коллеги говорят вот это взаимодействие бизнеса и власти идет продолжение в рамках роста туризма знаменитая ну так сказать федеральная целевая программа до государства когда государство да дает свой рубль дает в развитии инфраструктуры и так далее но опять же бизнес должен обязан и самое главное подхватывает вот пример типичной чувашии да когда на рубль вложенный государством бизнес дает три своих но во всяком случае не меньше вот оно взаимодействие относительно живых уроков это ну правда это и грамотный маркетинг это правда востребуется на рынке это очень важно правда это ну да здесь я считаю что мы закладываем сейчас базе здесь до будущего но первых будущего поколения который сейчас растет то что опять же там о чем говорили да что немножко почему люди за 50 прошли хорошо географические тесты вспоминая маму мою например они же все время ездили то есть это люди которые постоянно ездили они ездили по соседним городам по соседним республикам они изучали это все на себе что сейчас утеряно немножко если благодаря живым урокам и внедрим эту культуру обратно для детей да и туризм это не обязательно ехать в европу туризм это поехать соседний город для нас поехать в ежкаралу это туризм это не просто там вы сели в машину и куда ты поехали на это тоже может быть культурным и образовательным и конечно благодаря тому что подключается большое количество регионов до прекрасно что подключилось еще 5 я думаю что те кто не подключается пока и не приехал на это дело просто времени не очень большого потому что когда будет понять этот потенциал развития того что происходит в рамках живых уроков на то я думаю что они придут потому что но это это вырастить новое поколение вырастить поколение умных людей которые знают историю которые знают географию которые хотят учиться потому что физику намного интереснее изучать в рамках своих уроков до выезжает там на ту же самую нашу чебоксарскую газ и я живьем смотрю и у ребенка возникает интересно или пойти на завод или пойти на какое-то предприятие все это на своей шкуре почувствовать безусловно это новый процесс образования который нам благодаря по и появился до благодаря и министерство культуры и ростуризму и внедрён этот проект и хорошо что он будет развиваться мы когда говорим о детском туризме вот страшно получится если мы с высоты своего там знания возраста будем учить детей как им жить дети это такие же люди самостоятельны своими интересами и надо иногда и у них спрашивать их мнение понимаете когда мы создадим ту инфраструктуру и что-то я не не спорю надо действительно встречаясь с этими детьми доказывать свою правоту и объяснять но вы слушайте их мнение вот мне кажется что на одном из следующих живых уроков надо попросить их вот мы же не спросили сейчас у них что спросили по нашим музеям сначала детей потому что сегодня таки действительно мы понимая соглашаясь с вами сейчас на ролях дочь сказали себе то что нравится нам это не есть что необходимо нашим детям и сначала отправили их по наши музеи мы сегодня получили что же они сказали но расчехустили нас в пух и прах конечно они сказали сегодня конечно замечательно конечно поэтому в соответствии с пожеланиями детей в музее тракторов не просто посещение музея а это уже интерактив виде кранов тракторов это ребятишки уже копают эту песочницу конечно конечно это сегодня современные технологии которые внедряются в процесс сегодня экскурсии но по большому счету мне тоже конечно говорят не надо произносить слово квест но конечно квесты внедрены везде потому что эта игра это дневники это задание это тот интерактив который по большому счету сегодня у нас и вот все регионы сегодня обижай наши музеи действительно увидят новую форму как должны проходить экскурсии для современных детей глазами детей устроить к витсу на союзе образовать ищу наверно да в том числе правительства российской федерации хочу сказать что когда прошли первые тестовые группы вот по этим маршрутам живые уроки туроператор который у нас принимает очень активное участие со стороны чуваши они сказали у нас столько заявок со стороны школ что мы их не успеваем обрабатывать это проголосовали дети абсолютно это проголосовали а знаете что самое интересное вот мы говорим за детей как по вашему мнению хотя вот я с ними соглашу что мы навязываем свое мнение нет мы предоставляем им условия когда просто сидя за партой читая учебник дома потом уча какую-то тему можно за одну экскурсионно-образовательную экскурсию получить просто обзор по какому-то я не знаю разделу я не говорю сейчас о науках различных да вот когда к нам приходит это давайте вот мы спортсменов вот чисто случайно человек пришел федерации взглавляет федерацию спортивную там по определенному правлению виду спорта он говорит я вот если бы у меня не было детей когда он приезжает в москву подрос вот кстати вот сейчас у нас как раз проходит год присоединение крыма да и они приехали ездили точно так же в республику крым в прошлом году и участвовали и для них организовали экскурсии они настолько это восприняли и говорят а почему мы этого не делаем это даже не в образовательных а дети с учетом того чтобы познавать свою историю познавать то что у нас есть в россии и тогда мы начали из другого представляете нас всех соберут и по музеям чуваши я просто вот рекомендую в каждом регионе в каком бы мы ни были татьяна сергеевна на живых уроках сначала проходить тест как дети и с нами как с детьми будут проводить этой экскурсии и вот как мы мы же как дети понимаете абсолютно верно мы будем реагировать точно так же и я вас уверяю нам это понравится и мы многого очень нового узнаем и тогда вот этот вопрос себе а нравится ли это детям и нужно ли это им я вас уверяю ну просто это нужно это нужно делать потому что сидя за партой интерактивный мастер-класса это совсем две пять раз абсолютно понимать что мы же за партой тоже навязываем в чем вопрос а абсолютно верно что мы ведь им несём именно ту информацию которую мы хотим нести как взрослые а в варианте выезда на живые уроки на интерактивные изучение материала они как раз таки делают то что они хотят несмотря на то что мы их направим что необходимо твердое творческое соучастие они участвуют а не палочная дисциплина это несколько разные вещи это сложнее а вы спросите у детей вот вы сегодня я вам проведу урок физики в рамках класса или мы съездим уважаем причем у родителей спросите у детей да я больше чем верили скажу я согласна даже заплатить за ту экскурсию экскурсионно-образовательную вот это вот да чтобы мне детям преподнесли несколько тем но не здесь в классе и дети поднимут руки вот я вас просто уверяю я просто сама работала в школе и знаю что это такое когда желтеет лист его не изучаешь не в классе а выходишь вот сюда вот просто в парк и смотришь его это абсолютно разные вещи вот живые уроки код я очень признательна татьяна сергеевна я не знаю кто придумал я больше уверена что она вот вот это вот вы знаете вот настолько тему которая может просто включиться вот ну во все еще не однажды дети нам скажут спасибо абсолютно на этой приятной ноте не углубляться да ну что будем подводить итог я думаю что итогом нашего круглого стола может стать фраза что детскому туризму быть да и он прекрасен его нужно развивать и огромное спасибо за то что эта идея есть за то что она развивается за то что и наш регион в том числе подключился к этой идее я думаю что мы будем развиваться и дети действительно будут нам благодарны когда-нибудь потом когда станут взрослыми и скажут спасибо большое родители за то что вы дали нам такое образование что мы действительно знаем свою страну знаем свою историю знаем свою литературу потому что опять же читайте пушкина намного интереснее капитанскую дочку знаю где он ее написал да и сев под этим дубом там например а это будет намного интереснее познавательнее правильнее поэтому на этой оптимистичной ноте я думаю что мы закончим сегодня на круглом столе здесь вместе с экспертами по туризму мы обсуждали проекты живые уроки как образование может как он может помочь в образовании наших детей и единогласно решили что этому проекту всего доброго